За одну лампочку в подъезде жители дома на автозаводе платят больше, чем за все электроприборы в собственных квартирах. Такие выводы сделали жильцы, получив новые квитанции за свет. Дело в том, что суммы, начисленные за общедомовые нужды, превысили счета за свет в квартирах. И возмущенные жильцы вызвали нашу съемочную группу. Вот, пожалуйста, ОДН электроснабжение 386 рублей 27 копеек. За месяц июль 45 рублей 85 копеек. За июнь месяц 10 рублей. Мы хотим понять, откуда такие данные. 200 рублей дома нагорело, а по коридору ОДН нагорело 303 рубля с копеечками даже. Здесь нет лампочки, ну вот есть у соседей. Здесь тоже не горит. Пожалуйста. Там мы почти все не включаем свет. Только вот откроешь дверь, закроешь. Мы просчитывали, что даже если лампочки 60-ти ваттные на каждом этаже, в подъезде будут гореть 24 часа, то у нас таких цифр не должно быть категорически. Расход не очень большой. Рядом, вот за домом у нас там мойка. И кафе, магазины. Может, они от нас питаются? Хорошо, как кто-то живет, а мы, значит, будем расклебывать все это. Вот данные, которые передавал мастер-электрика в управляющую компанию. Расход. Июль 19,800, август 22,680, сентябрь 22,080, октябрь 23. В общем, разница между этими показаниями из месяца в месяц одна и та же. Вот с чего они берут? Вот это вопрос. Если сейчас не остановить это дело, они могут и больше поднять. И мы будем все молчать? Все больше и больше. Килограмм мяса купила бы я, а как же, таблетки мои, а так отдам. А то мы за кого-то платим. А мы вот сейчас уже, мы сейчас решили уже не платить, как хотят. Вот весь дом не уплатим, 140 квартир. Вот посмотрите, сколько людей недовольных вышло. И каждому на 300 рублей пришла платежка больше, чем положено. Вот на 50 тысяч рублей уже с нас ОДН больше взяли. И так, если с каждого дома, это они очень хорошо жить будут. А мы все хуже и хуже. Весь день мы пытались получить комментарии взбытовой компании, но там так ничего пояснить и не смогли. В центре по работе с клиентами же нам сообщили, что все действия по начислению ОДН считают справедливыми. Правда, не на 100%. Если они с чем-то не согласны и уверены, да, они могут не платить. Но я уверен, процентов на 95 платно, честно говоря, про Амер.